Ну и действительно ли Китай оказался на пороге нового культа личности? Нам поможет разобраться Максим Яли, политолог-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, выходит с нами на связь. Здравствуйте, Максим. Рады вас приветствовать. Здравствуйте. Как вы оцениваете, кстати, шансы Си Цзиньпиня в третий раз возглавить КНР? 99,9% в принципе всегда. Это фактически статистическая погрешность. Это же не демократические выборы, знаете, где есть конкуренты какие-либо. В принципе, уже фактически это пустая формальность, даже исходя из первых дней съезда, как он проходил, какие речи, какая была реакция. Ну и даже задолго до этого, честно говоря, я об этом говорил еще год назад, как только было принято решение о снятии ограничений на два срока, когда в 1976 году вели в Китае в коммунистической партии для борьбы с культом личности, так сказать. Я уже понял, что третий срок Си уж точно пойдет, когда были все устремлены, все эти преграды. Так что осталось совсем недолго фактически формальности. А не боятся ли китайцы вновь культа личности? То есть если Си Цзиньпинь пойдет на третий срок, то это в принципе гарантированно... Противоречит нормам демократических государств. Ну, во-первых, Китай никогда не был демократическим государством со всеми атрибутами. Там, несмотря на то, что в экономике, как раз начиная с 70-х годов, после возобновления взаимоотношений с Соединенными Штатами, когда Китай начали включать международную экономическую систему, когда туда пошли инвестиции, производства, не говоря уже о нескольких последних десятилетиях, в любом случае руководящая роль партии была всегда и незыблема. То есть поэтому какие-то там, безусловно, так называемое политбюро существует. Это не единоличная власть, это не тоталитарный режим. Но если мы посмотрим тенденции последнего, второго срока Цзиньпинь, особенно начиная с периода начала пандемии коронавируса, политики нулевой толерантности по отношению к ковиду, то фактически такой цифровой концлагерь превращается постепенно Китай, цифровой тоталитаризм, ну как бы до цифрового фашизма еще не дошли, но если мы смотрим тенденции направления, однозначно мы можем видеть эти тренды. И, естественно, свобода слова там никогда, скажем так, мягко говоря, не была сильной стороной китайской системы. Но, тем не менее, контроль над средствами массовой информации, даже над блогерами, он значительно усилился, и разгоны демонстрации. Так что, в принципе, политика закручивания гаек, она объективна, характерна, и то, что Цзиньпинь буквально на днях впервые за все это время пересберется на трех срок, тому подтверждение. Курс личности, безусловно, присутствует, это также политика усиливается, ну, великий кормчий, два, я бы так сказал, де-факто, ему был присужден подобный титул, самый, я бы так сказал, почетный, впервые после Мао Цзидуна. Так что тут можно однозначно говорить об усилении культа личности, что, в принципе, есть характерной чертой всех авторитарных режимов. Не будем, как говорится, далеко уходить. Вот вам Россия, то же самое. Их на территории бывшего СССР еще, в принципе, можно тоже встретить, и не только Беларусь, да. Список можно продолжать. Интернет еще недавно пестрил слухами о том, что в Китае накануне вот этого съезда, да, происходили аресты чиновников, были чистки серьезные в армии. Имело ли это место, вот такие факты? И если да, то что это было? Это была зачистка самого Си Цзиньпиня этого поля для своей игры, или это была игра других чиновников против Си Цзиньпиня? Смотрите, достоверной информации нет, кроме слухов. Это как раз вот продолжение нашего разговора, да, о свободе слова, закрытости информации. То есть достоверных источников, если у тебя там нет знакомых, журналистов, получить очень сложно. Я вот давал там интервью по Мариуполю, к примеру, там, одному из ведущих журналов. Процесс коммуникации — это отдельная история, знаете, как сложно там через несколько дней, там открывается, она заходит через VPN. То есть это все сложно, это как пример коммуникации с миром. Поэтому, если так, тут можно только предполагать логику событий. Скорее всего, это были превентивные меры. Потому что, да, раскачивалась ситуация последние несколько дней, особенно месяцев, я имею в виду, особенно после визита Нэнси Пелоси на Тайвань, нагнеталась в информационном пространстве, но, опять же, не китайском, именно там западного полушария, я бы так сказал, подобные слухи, что вот точно Си не переизберут. Были там теории заговора о дворцовых переворотах, буквально там за месяц уже говорили, вот точно там уже не переизберут. Но, как мы видим, все идет по плану, по плану Си Цзиньпиня. И если эти аресты и были, то они были такого точечного характера, превентивного для того, чтобы купировать очаги сопротивления, потому что, естественно, не все удовлетворены политикой Си Цзиньпиня, его изоляцией, воинственной политикой. Вот, к примеру, его речь на открытии съезда КПК, да, основой была и звучало там неблагосостояние китайцев. А политика безопасности, вот, это, безусловно, не может не настораживать. То есть, очень мало было сказано о том, что Китай ждет процветания, наоборот, там было много слов сказано о тех испытаниях, которые ждут Китай, угрозы, вызовы. И на пунктах безопасности именно были сделаны акценты, что также не может не тревожить и мировое сообщество. Так что, нас ждет сложный период, он у нас и так продолжается, но, безусловно, этот период турбулентности, международная система, международных отношений, переустройство мира будет лишь усиливаться и продолжаться. Максим, скажите, возможно ли все-таки война с Тайванем, Китая, на всех этих, следуя из речи, из политики, из Идзиньпиня, не будет ли это такой же истории, как Россия с Украиной? Смотрите, ну, всегда есть несколько вариантов событий. Вот я, когда общался с китайской журналисткой, когда спрашиваю, как раз это было накануне и во время этих процессов, то, как в Китае об этом говорили, либо в этом году, либо через пять лет. Что имеется в виду? Естественно, количество сроков снято, ограничений, да, и уже понятно, что в этом году не будет. Точки напряжения миновали. А вот через пять лет, перед новым сроком, потому что такие события эпохальные, они подаются обычно под политическим соусом и для каких-то политических целей. потому что риски также высоки. Плюс нужно понимать, что китайская армия еще не достигла паритета с Соединенными Штатами. Вообще военно-промышленный комплекс еще не достигнул полного цикла производства, а это необходимо, потому что, естественно, очевидно, что если Китай решит, руководство КНР, решит возвращать Тайвань военными методами, то это повлечет санкции, безусловные экономические издержки, потери значительные. Поэтому, скорее, если это произойдет, если не удастся мирным путем его вернуть, а это остается приоритетом руководства Китая Си Цзиньпини, он об этом заявлял открыто, они не исключают военные методы возврата Тайваня, но это уже произойдет тогда, когда они будут чувствовать, что санкции нанесут серьезного ущерба ни китайской экономике, ни военно-промышленному комплексу Китая. Поэтому следующий срок, период будет и продолжение, я бы так сказал, подготовки к этому событию, замыкание цикла производства, снижение зависимости от международной экономической системы, от отношений торговых с другими странами, в первую очередь с Соединенными Штатами, уменьшение зависимости импорта, критических товаров, тех же микросхем, производства, увеличения внутри страны, ну и тогда уже когда они будут готовы, если вдруг возник, а не осознать им это китайское руководство, что невозможно вернуть мирным путем и это поможет, к примеру, перезабраться на новый срок, тогда они могут пойти на подобный сценарий. Возможно, тогда Запад и Соединенные Штаты Америки пойдут на превентивные санкции, помните, о которых так много и активно их просил президент Украины Владимир Зеленский перед полномасштабным вторжением России в Украину. Не могу не спросить, что для Украины означает переизбрание Си Цзиньпиня, что принесет нам в нашей китайско-украинской политике этот старый новый Си Цзиньпинь? Ну, я бы так сказал. Для начала нужно посла назначить в Китае наконец-то. Второй игрок растущий, а у нас по-прежнему там нет посла. Это о том, как мы работаем, как учитываем риски, просчитываем взаимоотношения. Поэтому, безусловно, недопустимая ситуация. Во-вторых, ну, по большому счету главное, чтобы для нас Китай не начал открыто помогать России. Имеется в виду на дипломатическом фронте он им помогает. Имеется в виду неголосование за антироссийские резолюции в Совете безопасности ООН и Генассамблеи ООН. Отдельные заявления политические на уровне МИДа в сторону России. Но главное, что пока для нас остается, и чтобы так и продолжалась неизменность эта политика, это не оказание прямой военной экономической помощи России со стороны Китая. Потому что Россия, на самом деле, Путин очень недоволен тем, как ведет себя Китай, и то, что он не продает им вооружение, отказался даже в первые месяцы перевести золотовалютные резервы, которые около 30% хранились в Китае, в юанях, перевести их в доллары, для того, чтобы облегчить себе экономическое бремя, санкционное, в условиях заморозки значительной части активов. Китай на это не пошел, многие компании начали сворачивать свое производство, крупнейшие нефтяные компании очень четко реагировали на сигнал Запада, боялись даже так называемых непрямых санкций, которые там второго порядка за сотрудничество, за содействие, за помощь в обходе санкций. Время от времени приостанавливали закупки российской нефти, ну и главное, судя по всему, пока, если верить данным американской разведки, они не поставляют высокотехнологичное оборудование, микросхемы, которые крайне необходимы для производства системы высокоточного оружия. Так что будем надеяться, знаете, политика такого ключевого игрока, от которого крайне зависит Россия, эта зависимость лишь увеличивается, это тоже приемлемая бы так ситуация. Нам остается только надеяться на то, что интерес Китая в России уменьшается, и в принципе такие выводы уже можно сделать. В последнем заявлении Си Цзиньпинь, давайте напомним, сказал о том, что в будущем он видит биполярный мир, и это биполярный мир между Китаем и Америкой, никакой России в этой речи не прозвучало. Будем надеяться, что Россию ждет в лучшем случае будущее сырьевого придатка для ведущих экономик мира. Спасибо вам, Максим, за этот разговор. Максим Яли, политолог, международник, профессор кафедры международных отношений НАУ, был гостем нашего эфира. Максим Ели, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok